Совершить обряд жертвоприношения и почувствовать себя жителем Средневековья. Такую возможность предоставили жителям округа сотрудники Ненецкого краеведческого музея. Там накануне открылась выставка «Древнее святилище на реке Морию». Основными экспонатами выставки являются артефакты эпохи Средневековья, обнаруженные в округе в районе археологических памятников культового характера. В особую атмосферу древнего святилища окунулась и наша съемочная группа. Сотрудники краеведческого музея показывают воссозданный промысловый ритуал. Такое действие совершали охотники на Хайбидя-Пыдарском жертвенном месте. Это место находится в Елово-Березовой роще, расположившейся в самом центре Большеземельской тундры, более чем в 100 километрах севернее границы Таежной зоны. У местного населения лесной остров издавна имел религиозное значение. Хайбидя-Пыдара в переводе с ненецкого означает «священный лес». Люди туда шли и без участия шамана. Почему здесь у нас на Маките представлен, на священном месте не шаман, а охотник, с луком. В основном приходили люди, которые приходили на место, чтобы добыть удачу при промыслах. Еще с подобными целями оставлялись это приношение, в основном даже серебрянки, привозные предметы. Древнее святилище относится к межплеменным местам почитания. Его использовали представители разных групп населения, которые вели промыслы от морского побережья до северной части лесной полосы при Урале. С помощью торговых и культурных связей на жертвенное место попадали предметы из отдаленных районов – северных княжеств Руси, Волжской, Булгарии и средневековых государств, расположенных вдоль Великого Шелкового пути, территорий, где сегодня находится Таджикистан, Иран, Саудовская Аравия. Кроме украшений, среди представленных на выставке экспонатов есть предметы быта, вооружения, культовые изделия и детали костюма. В основном это артефакты эпохи Средневековья, а также фотографии предметов, которые были обнаружены на территории жертвенного места. Гости выставки тоже смогли почувствовать себя людьми той эпохи. Всех присутствующих разделили на представителей трех племен. Одни рисовали на металлическом изделии, как это делали древние люди перед принесением жертвы. Другие украшали средневековым орнаментом глиняные горшочки. Я их представляю половинкой, половинкой и половинкой с другой стороны. И да, не получается такая волна. Еще одно племя охотилось на оленя, чтобы принести в жертву его рога. После прохождения всех испытаний племена совершили обряд жертвоприношения. А по возвращению из Средневековья гости смогли почувствовать атмосферу археологических раскопок. Каждый попробовал найти свой старинный артефакт. Помимо археологических находок, на выставке была дана информация об исследованиях, которые проводились на древнем святилище. Выставка «Древнее святилище на реке Морию» – это совместный проект Ненецкого краеведческого музея Института языка, литературы, истории, коми, научного центра Российской академии наук. Выставка будет работать до 20 ноября.